Привет, снова выпуск в полевых условиях, хотя мы фитнес или хотя бы здоровье, возможно, затрону в следующем выпуске. А пока хочу поговорить о событиях в Украине, но в несколько нестандартном ключе. Ведь сейчас выходит много роликов от украинцев, где они часто со слезами на глазах рассказывают, что идет полномасштабная война. Гибнет и получает ранения много людей, в том числе мирных, причем по мирным бьют целенаправленно, бомбят жилые кварталы. Люди сидят в бомбоубежищах и подвалах, во многих населенных пунктах гуманитарной катастрофы. Но Москва слезам не верит, и многие граждане России и Беларуси не верят украинцам, даже близким друзьям и родственникам. Говорят, что это просто военные операции, по мирным не стреляют, по крайней мере специально. Ну а если случайно по кому-то попали, так как на Донбассе уже 8 лет, так ничего особенного. И нестандартность этого моего ролика в том, что я ни разу не буду просить верить мне на слово, а предложу посмотреть на ситуацию чисто с точки зрения логики. Итак, правда ли, что в Украине сейчас не война, а спецоперация? И российская армия воюет не с мирным населением, а с нацистами, которые вот уже 8 лет воюют с донбасскими повстанцами. Если предположить, что это правда, возникают такие вопросы. Что это за донбасские повстанцы, что украинская армия не смогла с ними справиться за 8 лет, при том, что она сейчас дает очень мощный отпор российской армии? Даже Кремль начал признавать большие потери, есть множество видео с пленными, при том, что те, кто за вариант спецоперации, наверняка считают российскую армию одной из самых сильных в мире. Следующий вопрос. Почему Россию поддерживает только Китай и горстка менее мелких, более мелких диктатур, а Украину весь остальной мир? Украине всячески помогают и выходят за нее на масштабнейшие митинги, а Россия получает только санкции и уход с ее рынка практически всех крупных компаний. Дальше. Если в Украине так много нацистов или еще каких-то правых сил, почему на выборах 2014 года самая правая партия под предводительством Яроша набрала что-то около процента, а российское телевидение выставило его победителем? И как господствующие в Украине нацисты, притесняющие русский язык, уживаются с нашим уважаемым президентом, который по совместительству русско-говорящий еврей? Дальше. Если Россия пришла кого-то спасать, почему никто из беженцев не бежит в Россию, а бегут все в противоположную сторону? И во многих городах люди выходят на мирные митинги против российских танков, а от России не принимают даже гуманитарную помощь. Хотя кто-то из россиян может сказать, что это все фейк, постанова, фотошоп, как и разрушенные города и так далее. Или что Украина стреляет сама по себе, потому что почти весь мир сговорился против России, чтобы забрать у нее нефть и так далее. Такие нарративы реально встречаются в кибервойнах, даже от реальных людей, не только от ботов. То есть это не Россия агрессор, а весь мир агрессор. Но это упирается чисто в теорию вероятности. Что вероятнее, что есть какой-то тайный заговор, сплотивший против России сто с лишним самых разных стран, с разными правительствами и народами. Или все-таки агрессор одна страна, а точнее ее правительство. Но всем жителям не обязательно быть заодно с правительством. Но кто-то говорит, а что я могу сделать? А насчет того, выходить ли на улицы, я говорю в этом видео.